Украина получит деньги от замороженных российских активов. Послы стран Евросоюза одобрили схему использования доходов, которые генерируют заблокированные на территории ЕС российские средства, подтвердили в бельгийском председательстве в Совете ЕС. Первыми о решении сообщили корреспонденты с места событий. Белый дым. Послы ЕС договорились о последнем шаге. Отправки конфискованной непредвиденной прибыли от российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе, в Украину. Рикард Язвяк, европейский редактор издания «Радио Свобода» в соцсети «Икс». Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет по разным подсчетам от 260 до 350 миллиардов евро. В Европе заблокировано около 210 миллиардов. Большая часть из них в депозитарии «Евроклир» в Бельгии. Следует понимать, что российские деньги — это не только наличные. Значительная их часть — средства на депозитных счетах, а также ценные бумаги, акции, облигации. То есть те активы, которые работают и приносят доходы. Они все еще принадлежат России. Однако по регламенту ЕС Евроклир реинвестирует эти доходы. Другими словами, повторно используют для получения прибыли. И уже эта прибыль — собственность не страны-агрессора, а самого депозитария. Их передача на нужды Украины по сравнению с изъятием российских активов является намного более простой процедурой с юридической точки зрения. Есть опасения, что конфискация российских активов будет считаться нарушением права собственности российского имущества и пошатнет статус еврозоны и евро как резервной валюты, используемой многими странами мира. Зато использование доходов от замороженных активов — это другая история, и она более приемлема в современном мире. В Европе достигли консенсуса, что они, эти доходы, должны использоваться в пользу Украины. И не просто в пользу Украины, а в пользу военных нужд Украины. Это шаг вперед. На закупку вооружения и военной техники для сил обороны Украины пойдет около 90% прибыли от российских активов. Остальные 10% направят на восстановление инфраструктуры. У нас в Европе достигли консенсуса относительно того, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. Мы также пришли к соглашению, которое сейчас на финальной стадии, о том, что мы также хотим использовать около 90% этих средств для оборонных целей Украины. Способ заставить Россию заплатить за агрессию ищут и Соединенные Штаты Америки. Там находится около 4-5 миллиардов долларов заблокированных российских активов. В конце апреля 2024-го президент Байден утвердил закон, наделяющий его полномочиями передать замороженные в американских банках российские суверенные активы на восстановление Украины. Закон также определяет конкретные шаги для передачи средств. Речь в том числе о необходимости создания международного механизма компенсации, нанесенного Украине войной ущерба.